Ну что ж, помимо скал, гор, снега, здесь можно себя еще побаловать таким видом лакомств, как французские булочки. Мы сейчас с вами пройдемся в самую высокогорную французскую булочную на земле. Расположена она на 4400 метров над уровнем моря. Пахнет здесь просто обалденно. И что мы видим? Мы опоздали, да? Или есть? Ни фига есть тут, смотрите. О, какие шли. Я вот эту пробовал? Вот эту, да? И брауни пробуем. Я хочу вот эту синабону. Я хочу кофе. Я буду синабону. Латэ. Я буду... Я буду... Я буду какую-нибудь еще. Я буду... Вот эту. Этот пирог. Французский булочный кофе. Как вы, скажите, относитесь к булочной на 4400? Где 4400? А, позитивно. Позитивно. Да, позитивно. Неожиданно, да? Это такая приятная радость твоему сердцу. И желудку. И желудку, да. Скажите мне, что вы чувствуете, когда берете печеньки? Вот, сердце бьется чаще. Вот оно, оно сейчас. Хочется это чего-то. Вот самое меньшее, что можешь... 8,5 долларов стоит. Булка хлеба белого. А, прикольно. Булка хлеба стоит 8,5 долларов. Вот. Кушайте и ни в чем не отказывайтесь. Я буду вон тут сенабону. О, где они? Из-под носа вы видите. Я сенабону. О, да. Еще у меня одно тоже такое. Сенабон? Наш, ман. А, вон. А ты чего? Я ничего не буду. Я обещал. Серега обещал ничего не есть. Заводят, как сказать, было это. Челлендж. Челлендж такой. Ну вот мы заказали булочки. Заказали. Я купил apple pie. Заказали масалати. Масалати варится в молоке. А нам какой-то бурдамаж принесли. Вот. Ну вот такая булочки. Зачем за сахар? Вот. Все вместе 15 долларов. Всего-то. Ну попробуем сейчас. Будет масала у нас насыщенные. На высоте 4400 метров. Булочка с корицей. Ммм, какая гадость. Ну, в общем, кроме как экзотики, ни вкуса, ни цвета. Это Тибет. Непал. Я уже об этом рассказывал. По пути вы можете встретить невероятные пекарни, где продается вот такая вот штука. Один кусочек 4,5 доллара. Очень вкусно. Вот это вот 4 доллара. Вот такая вот 3 доллара. Но тут дело не в цене, тут дело в неожиданности. Вот. Что можно встретить тут. Какой бой.